Привет, друзья! Что-то я подумала, что на моем канале давно не было влогов и хотела снять для вас влог на этой неделе и уже даже распланировала, куда пойду и что буду снимать Но знаете, как есть такое выражение Мы предполагаем, а Бог располагает Так вот, Бог расположил так, что я практически всю неделю провела в суде То есть фактически я ничего особо не снимала потому что у меня совершенно не до этого было И вот вчера, вернее даже когда Да, вчера, когда я ездила в суд и там провела, наверное, часов шесть в очереди просто, в очереди в канцелярию И я настолько все это выморозила просто что я на таких эмоциях вчера еще хорошая погода была но поход в суд вывел меня вообще из какой бы то ни было к Илье, у меня просто мозг перестал соображать настолько отношения к людям и вообще просто ну я не могу, у меня нет слов и такие эмоции отрицательные в общем, настроение испортилось я ничего не снимала вот, в общем, сегодня тоже опять же я ездила в суд и уже по дороге домой думаю, не буду ждать транспорт пойду, схожу посмотрю, там у нас есть такой вагончик по сбору вторсырья и посмотрю, какие там расценки в общем, помните, я на Вакенштейнах показывала огромную стопку журналов толстых и в общем, я решила, что может быть, я их сдам в макулатуру и за это получу какую-нибудь денежку вместо того, чтобы просто их выбрасывать в подъезде вот, поэтому посмотрела расценки у нас, конечно, не очень бумага дорого ценится то есть это где-то 4 рубля за килограмм вот, и если я, допустим, принесу 10 килограммов то это всего лишь 40 рублей будет но для кого-то и это деньги вот, а потом я пошла, думаю, тоже уже как бы думаю, к дому надо рулить но хотела зайти в фикс прайс и, ну, там посмотреть кое-что думаю, заеду в большой фикс прайс на зеленом проспекте ну, чтобы не тратить лишнюю поездку пошла пешочком прогулялась, погода тепло дождя, слава богу, нет, кончился вот, но, в общем-то, дошла и смотрю, нет никакого фикс прайса он давно закрылся и вместо него открыли магнит косметик вот, но думаю, ладно, зайду посмотрю может быть там тоже что-то есть и, в общем, сейчас я вам покажу что я приобрела в магнит косметик и еще покажу, что мне пришло две посылочки и мы с вами их вместе распакуем вот, и сейчас я буду вам это все показывать итак, собственно, пошла я в фикс прайс чтобы посмотреть мыло и вот у меня Анютка просила купить ей глицериновое мыло и вот я нашла там за 49,90 вот такие мыльца они очень приятно пахнут и вот такие еще к тому же веселенькие вот, значит, лягушонок пахнет чем-то вроде яблока или арбуз что-то такое свеженькое желтенькое пахнет цветочным каким-то ароматом и вот кошечка, она пахнет вроде персиком или чем-то таким фруктовым вот, в общем, Анютка, если вопрос еще актуален то я взяла себе вот такое мыло веселенькое я думаю, деткам понравится особенно младшеньким вот потом дальше уже пошла я ну, смотреть по витринам, что лежит вообще я хотела тоже посмотреть там вот этот скраб с персиковыми косточками но там был маленький объем 50 миллилитров и стоил он что-то порядка 150 рублей меня как-то зажала жаба и я решила не буду брать вот, и там увидела вот такие вот глины они были, по-моему, по 18 рублей здесь 100 грамм вот такая вот глина честно говоря, не поняла, какая именно уникальная какая-то, в общем-то, глина попробую, расскажу в принципе, их можно использовать, как я здесь почитала и для тела, и для лица, и для рук, и для волос и маски делать, и намазываться целиком вот такая белая глина вот, и еще одна голубая глина вот, тоже буду пробовать и потом расскажу вам вот, и уже практически я шла на кассу вот, и увидела уже на кассе ну, фактически уже все, уходить собралась и увидела на кассе вот такое мыло ручной работы, как в фикс прайсе продавали собственно, я и шла в фикс прайсе за этим мылом вот, но уже практически не собиралась ничего больше брать вот, а оказалось фикс прайса нету а в магнит косметиксе уже на кассе я вот увидела это мыло и сначала взяла себе вот это вот молочный пай с козьим молоком, овсяными хлопьями и экстрактом ванили и потом смотрю, там коробка рядом стоит и в коробке они разные лежат и я решила взять 6 разных попробовать для себя и, может быть, выбрать какое-то, которое лучше оно также подходит для ухода за лицом и телом вот, значит, вот такой молочный пай называется зеленый микс с маслом авокадо и экстрактом зеленого чая значит, персиковый фромаж с маслом персика и кокосовым молочком яблочный пай с соком яблока и экстрактом корицы так, цитрусовый фреш с маслом апельсина, грибфрута и экстрактом помелло и еще одно вот такое вот освежающий фреш с соком киви, гелем алоэ и экстрактом мяты вот, практически уже на кассе я выбрала эти 6 штучек на пробу Анютка, если такие же хочешь я тебе возьму, пока они там имеются они были по 64 рубля, по-моему вот в общем-то вот такой получился ценник вот они здесь 6 штук их посчитали сразу видите, по 46 а ценник был на эти мыла 49,90 а АНИП пробился по 46 ну, наверное, какая-то скидка была вот и еще мне дали ну, каталог каталог мы листать не будем а то, мало ли, какая-то реклама если кому-то нужно вы сами зайдете в магазин и посмотрите вот в общем-то я там редко бываю поэтому только так вот когда что-то мимо шла или что-то захотелось именно конкретное взять и также мне дали вот такую брошюру на собирание наклеек на покупку ножей вот тут надо приклеивать наклейки и сколько-то мне уже дали две, по-моему, наклейки но я не уверена что буду их собирать напишите вы вообще собирали и покупали когда-нибудь эти ножи по ну, результатам сбора вообще участвовали в этих сомнительных акциях от магнита так и еще хотела вам показать значит мне пришло письмо вот с такой маркой я, честно говоря не ну, я не поняла хотя я ждала этого письма я думала когда же когда же оно, наверное, целый месяц ко мне шло вот и наконец-то пришло письмо это из Америки а точнее из по-моему Флориды ну, точно не скажу в общем был конкурс на канале Ольга с Валлоу Блок и она разыгрывала открытки вот и я выиграла и мне пришла вот такая вот открыточка привет из Флориды очень веселенькая это уже вторая открытка в моей коллекции и я думаю что это только начало вот ну, тут сзади такое как бы письмо сообщение там спасибо за то что смотрите канал и все в таком духе вот в общем такая у меня теперь в коллекции яркая открыточка вот привет друзья небольшие у меня были покупочки вообще совершенно небольшие значит помните я вам показывала батарейки из фикс прайса которые я купила когда мне нужно было срочно 4 батарейки в общем батарейки откровенная Г вообще не советую их покупать и в итоге мне пришлось вот у нас в палатке где ремонт часов там же подают батарейки и мне пришлось купить мой любимый энерджайсер потому что энерджайсер меня никогда не подводил а вот фикс прайсовские батарейки это в общем лишний раз убедилась что в фикс прайсе какую бы то ни было электронику или что то связанное с этим лучше не покупать вот и собственно фикс прайс забежала только что посмотреть какие там новинки вообще что там появилось и вот я все присматривала присматривала себе этот ежедневник вот в общем то нужно как то следить за своим питанием и мне нужен был ежедневник именно для этого то есть чтобы записывать что я ела и отмечать какие то погрешности то есть там конфетки печеньки и прочее в общем следить и присматривала я этот ежедневник Там какие-то у нас совершенно убогие расцветки. Вот я выбрала зеленый. Все-таки решила его взять. Стоил он 77 рублей. Я думаю, вы все его уже видели. То есть у него вот здесь первая страничка такая ознакомительная. То есть показывается, как его рекомендуют заполнять. Вот первая страничка ознакомительная. Здесь как бы расписано, показано, как его можно заполнить. Все довольно веселенько. Я думаю, вы у многих его уже видели. И в принципе все странички одинаковые. То есть с левой стороны расписание дня по часам. Ну тут настроение, мотивация, фраза дня. А справа клеточка и линейка. То есть можно какие-то пометки делать, что-то записывать нужное, полезное. Но я брала его для питания. То есть чтобы следить за своим питанием. И наверное я буду здесь расписывать, что именно я ела. А внизу делать какие-то пометки. То есть что нужно все-таки исключить. На что сделать акцент и так далее. Вот. В принципе больше не буду показывать. То есть все его видели. Расцветки у нас, ну как я уже сказала, убогие. То есть там коричневая расцветка. Серая с бордовым. Часы там нарисованы, по-моему. И вот такая зеленая. В общем-то это было самое оптимальное. То есть здесь написано ежедневник. И какая-то кнопочка такая нарисована блестящая. Вот. Это самый такой нормальный цвет, мне кажется. Без всяких наворотов. Вот. И наверное на этом с покупками все. И вчера я еще снимала для вас распаковку подарка. Не подарка, а как покупки, заказа. Вот. И к сожалению, он пришел вот в такой... В таком пакете. К сожалению, почему-то у меня камера половину видео записала со звуком, а половину без звука. Вот. Поэтому, поскольку заказ уже распечатан, мы с вами просто посмотрим еще раз, собственно, что пришло. И я расскажу, зачем я это приобрела. И вообще посмотрим, что я заказала. И откуда. Вот. Пришло все вот в таком пакете. Большом сером. Вот. Было все упаковано очень качественно, очень хорошо. То есть, это был сверху вот такой пакет на зип-застежки. При этом все очень качественно запаковано. То есть, даже если бы пакет намок, то ничего бы не случилось с содержимым. Вот. И давайте я достану. Вот. В качестве, наверное, пасхального подарочка мне положили вот такую веточку. Кстати, парадокс. Только что была в фикс-прайсе и видела там такие веточки. В общем-то, о чем говорить, в общем. Ну, я думаю, что все так и делают. Какие-то маленькие сувенерчики приобретают в фикс-прайсе и кладут их в качестве подарка. Так, упаковано все было в крафтовую бумажку. Вот здесь было две наклеечки от магазина. Магазин называется «Открытки от Меланики». Здесь есть название сайта и такая картиночка там с адресом. Вот. И завязано вот такой веревочкой красивенький. Так, и давайте перейдем. То есть, внутри, кстати, тоже все отдельные посылки, они были упакованы, то есть, открытки отдельно вот в такой пакетик, какие-то наклейки тоже в отдельные пакетики. Это тоже очень хорошо, потому что, ну, человек действительно позаботился о том, чтобы посылка не пострадала в пути. Вот. И давайте перейдем к содержимому. Вот оно здесь у меня. Начнем, наверное, с больших частей, чтобы сразу их убрать из кадра, чтобы не мешали. Уже немного не в тему, но вот решила заказать на будущий год вот такие вот объемные наклейки. Честно говоря, во-первых, я думала, что они гораздо меньшего формата, то есть, это четко формат А4. И наклейки, я вам хочу сказать, что они не просто объемные, они такие как будто мягкие, что ли, прорезиненные. Ну, в общем, они две одинаковые, вот такие новогодние. Это мне на будущий год, на будущий Новый год я взяла для упаковки каких-то заказов новогодних. чтобы вот такие вот сверху, ну, как печатью заклеивать упаковку такими штучками. Мне кажется, это очень веселенько. Может быть, еще куда-то пойдут. Так, затем у меня была партия открыток. Давайте их посмотрим. Как вы, может быть, уже заметили, я подсела, ну, как подсела, я еще не сильно подсела, но мне это интересно. Посткроссинг, я уже не раз о нем говорила, и вот, в общем-то, я решила тоже в этом во всем начать участвовать. И хочу сказать, что я вот заказала открытки с какими-то видами из Москвы, либо какие-то картинки, связанные с Москвой. Я вообще люблю разные картинки, но если обмениваться открытками с жителями других стран и городов, то я предпочитаю получить в подарок открытку с видом того города, где человек живет. Вот. И также аналогично я предпочитаю сама дарить тоже такие же открытки. И если человек в другом городе, то мне будет, я думаю, приятно, так же, как и ему, получить открытку такую вот с городом моим, где я живу. Вот. И поэтому я взяла несколько открыток, они повторяются, то есть в основном я брала по пять штук. Вот. Вот такое черно-белое открытка. Кремль московский. Такой немножко ретро. Вариант открытка совершенно стандартная, то есть здесь можно приклеить марочку, написать послание и так далее. Вот. Очень, очень красивенькие. Так. Затем вот эту открыточку мне положили в подарок. Очень красивая, очень яркая такая, со сказочным героем. Неожиданно, но очень приятно, спасибо. Вот она тоже уже такая вот с маркой от магазина. Вот. То есть это мой личный подарок. Я, пожалуй, оставлю ее себе. Не буду никому отсылать. А затем я взяла, тоже хотела пять штук. Если слышите шум, извиняйте заранее, это котята шумят. Значит, взяла, хотела пять штук, но было в наличии только две, поэтому взяла две. Это комната в дворце Кускова. Вот. Кускова у меня практически под окнами. И, в принципе, это довольно известная достопримечательность в Москве. И многие там бывали. И думаю, что многие видели эту комнату. Вот. Здесь открытка попроще. Называется эта комната «Малиновая гостиная». И здесь, как видите, ничего нет. Это просто открытка. Вот. Их две штучки у меня. Так. И еще вот взяла тоже пять штучек. Вот такие открытки красочные, сочные. Прям очень красивые с собором Василия Блаженного. Кстати, кто не знает, тут сзади написано, то есть здесь тоже такая открытка, можно приклеить марку, написать даже вот кому, индексы она отправится. И здесь вот написано, что на самом деле, то есть я вот этого не знала, собор называется «Собор Покрова Пресвятой Богородицы», что Нарву. Вот. То есть его всегда называли Василия Блаженного. И как бы я его знала под этим именем. Может быть, мне должно быть стыдно, но я не знала его истинного названия. Вот. Теперь знаю. Очень красивые и сочные открыточки. Думаю, что, может быть, их уже кому-нибудь отправлю. Вот. И перейдем также дальше уже к наклейкам. Я заказала несколько наклеек. Напомню тоже, повторюсь даже, что все, что было внутри, было упаковано вот в такие вот пакетики. То есть каждые наклейки отдельно, открытки отдельно, и все было очень качественно запаковано. Так. И вот такие наклейки, они, опять же, немножко не в тему, но на будущий год мне пригодятся. Значит, они, я думаю, видно, вот здесь пробито. То есть они в виде таких длинных наклеечек, как называется, линейки, или в виде кусочков скотчей. В общем, тоже думаю, что использую. Может быть, в ежедневнике, а может быть, когда упаковывать буду заказы свои. Вот, в общем, такая новогодняя. И еще тоже вот это, тоже новогодняя, персонально я брала для упаковки заказов. То есть это как марочка, например, заказ упаковывается в пакетик, пакетик закрывается, и приклеивается вот эта марочка. Вот. Такие с оленями, праздничные, новогодние, но уже, к сожалению, не в тему. Также, тоже для упаковки заказов я взяла вот такую вот. Такие наклейки. Честно говоря, знаете, вот помните, у меня была распаковка заказа из китайского сайта, китайского сайта с Алиэкспресс, по-моему. Не помню. Там я заказывала, я очень расстроилась, ругалась долго с продавцом, мне пришло, во-первых, все мятое, похожие наклейки были, пришли они мятые, и пришел только один лист. И он стоил около 80 рублей. И, то есть, меня откровенно поимели с этими наклейками, и, к сожалению, продавец отказался возмещать какой-то мне ущерб, в общем-то. Вот. И я вам скажу, что по цене, вот эти, конечно, дешевле, но, как бы, китайские, они сделаны на крафтовой бумаге, а эти, они на глянцевой, то есть, видите, они блестят. Но здесь еще есть цветочки, поэтому, в общем, вот так вот. И еще взяла парочку для ежедневника, парочку, несколько, пять, по-моему, да, пять листочков для ежедневника. Вот такой вот с разным транспортом, это на случай, если я куда-то поеду, например, там, на автобусе мне нужно куда-то поехать, или на машине, на дачу, например, или куда-то в отпуск, на самолете, или вдруг я соберусь все-таки по Москва-реке на пароходике покататься, то вот, чтобы была какая-то отметка в ежедневнике, то есть важные мероприятия. В общем, для этих дня. Также вот такие вот с фруктами и всякими птичками, бабочками, это для дачи. То есть какие-то отмечать важные моменты мероприятия, связанные с дачей. Вот. И вот таких два, они одинаковые, это с кубками. Например, если, допустим, какое-то задание я выполнила важное для себя, достигла какой-то цели, то есть можно в этом месте себе поставить кубок, что вот молодец. Вот так получилось. И еще также я брала вот такой скотч с Hello Kitty. Вот, думаю, видно, что написано. Немножко в нем разочаровано, потому что намотка, как вы видите, вообще практически ее нету, 2 миллиметра. Вот. Ее очень мало, но, в принципе, он стоил 30 рублей, так что сойдемся на этом. Вот. И в подарок мне положили также такой вот милый презент, просто, как это сказать, карта, из, наверное, детских игральных карт. с милой кошечкой. Вот. Тоже очень приятно. И еще в заказе был вот такой лист, что очень хорошо, то есть здесь указывается номер по каталогу, артикул, название, количество, цена и сумма за все количество. Вот. Это очень полезно, знать, что именно ты заказал. Ну, и, в принципе, другие могут тоже с этим ознакомиться. Вот. В общем, вот такой был заказ, и я думаю, что было интересно, и в будущем вы увидите, куда я, собственно, все это применю. Вот. Такая была распаковка. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.